Как Казанский федеральный университет отпраздновал 217-летие? Три, четыре! В КФУ прошла международная научно-образовательная конференция «Восьмые садыковские чтения». До каких границ человек может менять свои черты и идентичности? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Василиса Казьменко. 19 ноября в России отмечают День преподавателя высшей школы. День преподавателя высшей школы не случайно отмечается в день рождения великого русского ученого и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова. Преподаватель всегда находится на фронтире научных знаний, делится передовым опытом и неустанно совершенствуется. В связи с тем, что ректор Казанского федерального университета находится с рабочим визитом в Кыргызстане, Ильшат Гафуров направил письменное поздравление коллегам с праздником. Телеканал «Универ ТВ» присоединяется к поздравлениям. Казанский федеральный университет отпраздновал день рождения. Вузу исполнилось 217 лет. В честь такого важного события в концертном зале «Уникс» прошел праздничный концерт. Тему продолжит наш корреспондент. На сцене концертного зала «Уникс» собрались самые сильные творческие коллективы Казанского университета. К поздравлению с днем рождения присоединились и другие высшие учебные заведения Казани. Концерт посетил профессорско-преподавательский состав университета, президент Лиги студентов Руфат Киямов, а также действующий министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов. Дорогие студенты, с праздником вас! С праздником, дорогая Альма Матер! Ректор Казанского федерального университета также поздравил студентов, преподавателей и сотрудников вуза, заранее записав видеообращение специально для гостей концерта, так как он находился с рабочим визитом в Кыргызстане в составе делегации Республики Татарстан. С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная Альма Матер! В честь дня рождения университета участники творческих коллективов показали себя во всей красе. Эстрадный и академический вокал. Современная и уличная хореография. Бальные и народные танцы. А также театральная сборная. Как-то пресно, конфликта не хватает. Все это ради того, чтобы сказать «С днем рождения, Казанский федеральный университет!» Три, четыре! С днем рождения, КПУ! Ну что, дорогие друзья, мы поздравляем с днем рождения Казанский федеральный университет! Роберт Хасанов, Универньюз. Делегация Татарстана во главе с президентом Рустамом Менихановым находится на территории Кыргызстана, где проходит деловой форум «Татарстан-Кыргызстан». В состав делегации вошел и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В рамках официального визита в Центр развития и образования КФУ в Бишкеке состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Министерством труда. Ранее центр был создан в целях развития эффективного сотрудничества между вузами в научно-образовательной сфере. В зале Папетического совета Казанского федерального университета состоялась международная научно-практическая конференция «Межотраслевые связи в частном и публичном праве. Арбитраж и предпринимательство, посвященное памяти и 50-летию со дня рождения доктора юридических наук профессора Михаила Челышева». Тематика конференции была выбрана не случайно. Именно этой проблематикой занимался Михаил Челышев. Затем присутствующим показали видеоролик, который был сделан специально по случаю конференции. Видеоряд включал в себя подробную биографию Михаила Челышева, а также воспоминания о нем, его близких и студентов. Челышев был автором сотен учебно-методических и научных работ. Его ценили студенты и преподаватели, юристы не только Татарстана, но и всей России. Цивилистика в Казанском университете всегда была на высоте. И такие имена, как Шершеневич и Мейер, они на слуху у многих, даже не у юристов. Поэтому, когда есть такие большие достижения научные, это, конечно же, характеризует развитие научной школы и юридического факультета. Поэтому, конечно, Михаил Юрьевич – это один из тех людей, ученых, которые внесли свой определенный вклад в развитие научной школы. Мероприятие проходило в смешанном формате. На пленарной сессии были представлены участники практически со всей России. К примеру, Ольга Гуснецова из Пермского университета выступила с докладом «Межотраслевой метод цивилистического познания». Любая юридическая ситуация, любая, это, кстати, подчеркнуто в докторской диссертации Михаила Юрьевича, подвержена воздействию нескольких отраслей права. Вот нам кажется, право собственности, но это точно чистая цивилистика, это наша категория цивилистическая, никаких вопросов. Вовсе нет. И Михаил Юрьевич обращал на это внимание. В преддверии профессионального праздника День телевизионщика в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации прошел фестиваль «Телелестница». Почетные гости с ведущих телеканалов Республики Татарстан наградили студентов за достижения в профессиональной сфере. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ уже восьмой раз организует садыковские чтения. На этот раз тема конференции «21 век. Вариативность человеческого». О всех подробностях в нашем сюжете. Я только хочу сказать, чтобы это все слышали, что на будущий год эта конференция обязательно состоится тоже. Международная научно-образовательная конференция «Садыковские чтения» проходит ежегодно с 2013 года. Она объединяет философов и гуманитариев в вопросе осмысления актуальных проблем человечества. Недаром в этом году тема чтения звучит как «21 век. Вариативность человеческого». Конференция «Год из года» набирает все большую популярность. Если в 2013 году не участвовали, может быть, человек 30, то уже в прошлом году состав участников превысил 70 человек. На конференции обсуждались вопросы философской идентичности в условиях безумного темпа жизни человечества и его непрерывного прогресса в сферах цифровизации и глобализации. Это вопросы гендерной идентичности, вопросы национальной идентичности. Это целый куст проблем, которые они цепляют за собой. Символично, что мероприятие выпало на пересечении сразу нескольких праздников. Это Всемирный день философии, 217 лет Казанского федерального университета, а также Всероссийский день преподавателей высшей школы. Звезды сошлись. И вот в нашей конференции мы как раз обозначаем все эти важнейшие даты. Университет, философия, преподаватель, человек. По итогам конференции будет издан сборник статей. Он будет служить учебным пособием для бакалавров, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей, которые изучают современные социально-культурные реалии в контексте неклассической антологии, теории познания и социальной философии. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. С 15 по 19 ноября в Институте международных отношений прошел открытый лекторий для студентов от профессора Кыргызского национального университета Аниссы Бекбулатовой. Подробнее в темах мероприятия в нашем следующем сюжете. Неделя открытого лектория представлена курсом лекций, который поделен на два блока. Материальные и духовные культуры кыргызов и татары Кыргызстана. Вот в том блоке было три лекции. Первая лекция – это материальная культура, была посвящена традиционному жилищу кыргызов, то есть юрте, его эволюции, как сегодняшнее время изготавливается эта юрта. Культура Кыргызстана формировалась под сильным воздействием кочевой жизни. Кроме того, на нее оказывали влияние культуры России, Персии и Турции. Но все же она осталась довольно самобытной и уникальной. С истечением времени у второго поколения теоретики считают, что идет процесс оккультурации. Хоть Кыргызстан и является современной страной, многие из традиционных особенностей сохранились по сей день. Культура Кыргызии – предмет гордости народа. Ежегодно для ее сохранения и распространения проводится множество мероприятий, в том числе подобные лекции. Вчера студенты ознакомились с процессом формирования татарской диаспоры в Кыргызстане. И вот сегодня это этно-религиозная идентичность татар-Кыргызстана. Стоит отметить, что лекцию могли посетить все желающие, а не только студенты Института международных отношений Казанского федерального университета. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универтньюз. На этом все. В студии была Василиса Казменко. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok